Доброе утро, уважаемые коллеги! Я приветствую всех, кто подключился к нашей конференции, которая стала уже традиционной. И традиционно нашу секцию, которая посвящена редким случаям в неврологии в данный момент, ведут научные сотрудники и доктора научно-консультативного отдела Медико-генетического научного центра. Первый доклад сделает главный научный сотрудник нашего центра, профессор Галина Евгеньевна Руденская. Ее доклад будет посвящен атипичным и комбинированным фенотипам наследственных нервных болезней. Пожалуйста, Галина Евгеньевна. Спасибо. Дорогие коллеги, хотя наша конференция в целом не является неврологической, но, как вы видите по программе, львиная часть посвящена болезням нервной системы. Действительно, эта группа по многим критериям самая среди генетической патологии и самая обширная. И все генетики так или иначе с ней сталкиваются. В целом, самая тяжелая, самая клинически разнообразная, и часто за этим разнообразием стоит выраженная генетическая гетерогенность. Наряду с распространенными формами множество редких и уникальных. Положительный момент – это самый, пожалуй, информативный объект научных исследований клиникогенетических. А трудность – она самая диагностически сложная, начиная с топической диагностики, всем нам помняющейся по студенческим годам. И трудности диагностики даже об атипичных случаях усугубляются наличием атипичных и комбинированных фенотипов. Атипичными можно назвать и целые погруппы, отличающиеся от классических, и особенности в отдельных семьях или у единичных больных. И, как правило, эти атипичные варианты врачам известны хуже. Причины атипичности всё чаще обнаруживаются с развитием молекулярной генетики. Это может быть связь с определёнными мутациями, явления антиципации, генетические модификаторы. Может оказаться так, что мы принимаем за прежнюю новую генетическую форму, лишь частично сходную со старой. А другая ситуация, всё чаще с которой мы сталкиваемся, независимая вторая болезнь, влияющая на фенотип. А во многих случаях причины не установлены. Надо сказать, что при распространённых известных болезнях атипичные фенотипы порой труднее для клинической диагностики, чем при редких и новых. При этих редких мы активнее ищем, а при распространённых полагаемся на свои знания и считаем, ну нет, знаем, такого быть не может. И ещё хочу сказать, что диагноз атипичного фенотипа должен быть обоснованным и бездоказательно относить любую необычность за счёт атипичности неправомерно, слишком расширять эту категорию. Приведу примеры из разных групп наследственных нервных болезней. Большая подгруппа целая – это формы с неклассическим возрастом начала. Среди них преобладают нейрометаболические. И действительно, помимо возраста начала, они в целом в основном отличаются более медленным и благоприятным течением. Это метахроматическая лейкодистрофия, имеющая психиатрические и неврологические фенотипы. Это ещё более редкая поздняя болезнь крабы. Поздняя не обязательно взрослый возраст, поздняя по отношению к атипичной, иногда младенческой, классической форме. И если при лейкодистрофиях на долабораторном этапе подсказку даёт МРТ, то при, например, поздних ганглиозидозах, GM1 и GM2, такой подсказки нет. А картина совсем отличающаяся от той, которую мы знаем. Нет традиционного вишнёвого пятна, поражения внутренних органов, чертисморфогенеза. Поздний ганглиозидоз GM1 даёт фенотип дистонии, а GM2 – необычное сочетание атаксии и спинальной амиотрофии. Само такое необычное сочетание может навести на мысль о диагнозе. Если эти формы редкие, то поздняя адренолейкодистрофия, в частности адреномейла нейропатия, не является редкой, но не всегда распознаётся. Как и при ранней для неё характерно сочетание с надпочечниковой недостаточностью, внешний признак частой ранней аллопеция, и неврологические расстройства при нормальной чаще МРТ и сохранном интеллекте. Что здесь может помочь? Родословная – это болезнь, при которой частые типичные формы, в общем, внутрисемейно сочетаются разные формы, поэтому наличие в семье, казалось бы, другого тяжёлого раннего детского заболевания как раз указывает на это. Равно как и ещё менее известный фенотип проявления у женщин гетерозигот во второй половине жизни в виде спастического парапореза. Вот моя ссылочка внизу на нашу с Екатериной Юрьевной Захаровой книжку относится именно к нейрометаболическим болезням, а примером формы с атипично ранним началом является ювенильная болезнь Гентингтона. Хочу её подчеркнуть, потому что это болезнь с динамических мутаций, и нельзя полагаться на экзомное секвенирование в её диагностике. Отличается не только возрастом начала, но и клиникой. Не хорея, а акинетико-ригидный синдром, общая деменция, а кроме того, не характерная для типичной формы эпилепсии и другие неврологические симптомы. Казалось бы, должно подсказать наследование редко мутации Денова при болезни Гентингтона, но она не всегда родословно информативна. Может не быть диагностировано заболевание в старших поколениях. Мы знаем тут антиципация и наследование по отцовской линии. А бывает и биологическая причина. Вследствие антиципации ребёнок заболел, когда его отец ещё здоров. Более того, у нас был случай, когда дед заболел позже внучке. Следующий пример из группы наследственных спастических параплегий. Хорошо неврологам известны болезни Штрюмпеля. SPG, как сейчас обозначают, уже довольно давно, формы с известными генами четвёртого типа. Номера означают хронологию выделения этих форм. Сейчас их больше 90. Речь идёт о форме с определённой мутацией. Сначала до атипичности напомню типичные характеристики. Ну, цифра 4 говорит о том, что довольно давно эта форма выделена. Самая частая, повсеместно, больше 50%. И в нашей выборке МГНЦ тоже. Типично, сначала во взрослом возрасте. Медленное прогрессирование. И неосложнённый, то есть парапорез без других симптомов, фенотип. Скорее всего, именно её и описал Штрюмпель. Выяснилось по мере накопления материала, что начало может быть и в молодом, и в детском возрасте реже. Но осложнённые случаи редки. И семейная картина, семейная отягощённость может маскироваться неполной пенетрантностью и субклиническим течением у родственников. Частых мутаций среди многочисленных выявленных нет, но целый ряд описан неоднократно. И все данные говорили о том, что нет генофенотипических корреляций. Действительно, мы видим внутрисемейные различия возраста начала. Однако вот мутация, которую я назвала, замена аргинина на гистидин в положении 499, оказалась исключением. Вот наш пример. Доктор Шестопалова консультировала эту семью. Мальчик двух лет восьми месяцев, единственный ребёнок в смешанной семье, русская мама, отец вьетнамец. Они обратились с результатами уже проведенного экзомного секвенирования. Задержка двигательного и психоречивого, в основном речевого развития. Благополучный ранний анамнез. Задержку двигательного развития заметили после полугода. Была гипотония. Исключили спинальную амиотрофию, но явно это была не она, потому что рефлексы описываются как даже оживлённая. Потом частичная положительная динамика, но ходьба так и не появилась. И если на доречевом этапе в психоэмоциональном развитии он вроде бы не отставал, то за развитие экспрессивной речи значительно задержано. Вот он, этот симпатичный мальчик. Ну, личико мы закрыли, как водится. Плосковальбусная деформация стоп. Его двигательные возможности названы. Переступает только с двусторонней поддержкой. А пирамидная симптоматика очень небольшая, нормальный тонус, только коленные рефлексы повышены и неполный рефлекс Бобинского. Лёгкая интенция в руках. Действительно, речь всего около 10 коротких слов. Поехали. А, всё-таки показывает. Попытка вот ходьбы с поддержкой есть. Так, она осталась. Хорошо. Так, вернёмся к их молекулярно-генетическим данным. В сомнении диагноз пененатального поражения вызвал сомнения у родителей. И было проведено экзомное секвенирование по их инициативе в вьетнамском филиале китайского центра. Нашли мутации двух генов. Гетерозиготные мутации, обе описаны. Одна вот эта в гене спастина, и вторая в одной из редких форм рецессивной моторно-сенсорной нейропатии. Там же провели семейное секвенирование по Сенгеру. Мутация спастина оказалась возникшей Денова, а вторая отцовская, то есть это носительство популяционной мутации рецессивной болезни. Эти данные указывали на SPG4, но фенотип так сильно отличался от известного, что предположили какие-то другие варианты, и семья обратилась к нам. У нас тоже вначале повторили секвенирование семейное, те же данные, только тогда посмотрели литературу, даже поверхностный просмотр показал, что именно в форме с этой мутацией фенотип соответствует. О чем мы от подтвержденном диагнозе проинформировали родителей. Неопределенный клинический прогноз, но положительный момент, низкий риск для будущего потомства. Действительно, атипичных или редких особенностей много. И очень раннее начало, и в начале гипотония, и степень двигательных нарушений при умеренной пирамидной симптоматике, и сопутствующие симптомы. А о генетической точке зрения происхождение мутации Денова, что редко при этой форме. Целенаправленный поиск в литературе выявил целую группу таких описаний, оказывается. И все они примерно таковы. Это в основном не семейные, а там, где обследовали родители, доказанные Денова случаи. Все ранние или даже очень ранние младенческие, с выраженными нарушениями ходьбы, прогрессирующими, или даже отсутствием ходьбы изначально. И сопутствующими симптомами, из которых самым часто является умственная отсталость, нередко прогрессирующая. Поскольку вот в часть прогрессирования мы и сказали, что неопределенный клинический прогноз у нашего еще маленького мальчика. Группа даже увеличилась. Я уже не меняла таблицу, больше не влезала в нее. Но сейчас вот 23 таких случаев родословные я нашла, и та же тенденция. То есть ясно, что причина вот именно в этой мутации. Но почему именно она, обычная миссенс-мутация, в основном возникает Денова и вызывает атипичные фенотипы, остается неясным. Общий вывод такой. Ну, важен анализ литературы. В том числе нам часто дают какие-то ссылки, описания результатов экзомного секвенирования. И начав с них, можно посмотреть, при каких фенотипах описаны данные мутации, а не только то, что они описаны ранее. Второй случай тоже частой болезни. Атаксия телеангептазии Луибар и неврологам, и генетикам знакома. Хоть знакома, я все-таки покажу типичные признаки, это только первый столбик в этой таблице. Рецессивная болезнь. Вторая по частоте среди ранних рецессивных атаксий и после атаксии Фридрейха. Ранняя, кроме неврологических симптомов, кроме атаксии, гиперкинеза и другие, тяжелое течение, быстро утрачивается ходьба. Когнитивные нарушения скорее минус, чем плюс. И известные телеангептазы, не влияющие на здоровье, но важные для диагностики. И иммунодефицит, который проявляется и в иммунограмме, и в подверженности бронхиолегочным эффекциям, и в общем-то в повышенном онкологическом риске. Альфа-фетопротеин – повышенный давний биохимический признак. И вот наш случай необычный и по, так сказать, наследованию, и по наличию редкого, одного из феносипов редких. Тоже семья пришла уже с результатами экзомного секвенирования, проведенного в лаборатории геномет. Мальчик трех с половиной лет, негрубая атаксия, негрубые гиперкинезы, нет телеангептазов, других симптомов. Обе мутации, найденные в гене АТМ, описаны и обратились для верификации по Сенгеру. Казалось бы, вот обследуем эту троицу и все. Но обратила на себя внимание просто на приеме легкая спастическая кривошея у мамы. Фотография не мамина из открытого источника, но примерно так эта мама выглядела. Она насторожилась от того, что был замечен этот ее легкий дефект, считала себя здоровой. Но уже при отдельном общении рассказала, что да, примерно с 10 лет это имеет быть. И при целенаправленном расспросе о том, что иногда бывают эпизоды легкого тонического напряжения и конечностей. Не обследовалась, не лечилась. Что могло за этим стоять? Или отдельная торсионная дистония локальная, она такой может быть. Или существует редкий фенотип атаксии теленгектазии. Такой вот благоприятный в виде только спастической кривошеи. Он благоприятный и в плане риска осложнений. Не форсируя ситуацию, провели запланированную ситуацию, провели секвенирование по Сенгеру. И мутация, которая раньше была имеющаяся одна из двух имеющихся у пробанда и описанная именно при этой форме раньше, оказалась именно материнской. После этого мама согласилась с необходимостью провести экзомное секвенирование. И у нее нашли вторую мутацию в гене. Таким образом, генетический риск из 25% превратился в 50%. И нераспознаемая эту форму, результаты и пренатальной, и проимплантационной диагностики имели высокие шансы быть ошибочными. Такое псевдодоминантное наследование мы встречаем в инбредных семьях при браке гетерозиготного носителя и больного. И там одна мутация. И даже при этой форме, не препятствующей деторождению, описана такая семья в религиозной общине инбредной. Но вот такая ситуация, как в нашей семье, с тремя мутациями, случайная встреча папы-носителя и мамы с редкой формой, в литературе не была описана. Ну, пропустим, здесь сопоставляются типичные атипичные признаки. У мамы мы видим в основном минус-минус по всяким симптомам или норма. Но вот этот симптом был заметный глазу, особенно неврологическому. А если бы это была какая-то форма не такая заметная, пропустили бы. Ну, и, так сказать, иногда даже при рецессивной болезни важен осмотр родителей. Комбинированные наследственные нервные болезни тоже можно назвать разные группы. И многосистемные болезни с поражением других органов и систем, кроме нервной. И болезни с такой неврологической симптоматикой, необычно имитирующей наличие двух и более нервных болезней. И реальное сочетание, независимое сочетание разных болезней. Многосистемное поражение особенно характерно для нейрометаболических болезней, из них метахондриальных, но есть они во всех группах. При одних формах эта многосистемность хорошо известна и помогает в диагностике, при других может ставить в тупик. Приведем примеры частой и редкой патологии из группы мышечных дистрофий. Не могу пройти мимо метонической дистрофии, поскольку, тем более, это тоже болезнь динамических мутаций. Первый и второго типа сокращают ДМ1 и ДМ2, чтобы не было, так сказать, путаницы с МД мышечной дистрофией. И я больше сделаю упор на ДМ2. Она реже, более поздняя и не столь особенная клинически. Обе доминантные, обе, как я сказала, болезни динамических мутаций. И мышечные симптомы, вот картинка женщины слева с характерным поражением лица, характерны именно для первого типа, но не для второго. Меотония тоже может быть неявной при втором типе, ну, впрочем, и при первом. Меалгия, характерная для второго типа, может расцениваться как независимая. У пожилых чаще женщин могут быть и другие ее причины. Главное различие в поражении скелетных мышц, ну, вот, дистальная при первом типе, и обычная тазово-плечевая, характерная для множества мышечных дистрофий при втором типе. Ради чего мы сейчас это говорим? Ради немышечных симптомов, которые есть при обеих формах, хотя при первой их больше и больше выражены. Ну, вот, катаракта на первом месте. Действительно, характерна относительно ранняя катаракта. И приведу пример, где именно она помогла в диагностике. Одна из двух сестер обратилась с нетяжелой тазово-бедренной миопатией, ну, поясно-конечностной, с таким предварительным диагнозом. Ее сестра была также больна и умерла от другой причины. У обеих была относительно ранняя катаракта. Родители, хотя, ну, отец умер довольно молодым, не имели симптомов миотеронической дистрофии. Я помню, что болезнь доминантная. Только вот это наличие похоже на позднюю поясно-конечностную мышечную дистрофию. И только эти два случая катаракта навели на мысль о миотонической дистрофии второго типа, которая и подтвердилась. Здоровые родители, ну, неполная пенетрантность или отец еще не успел заболеть. Мы видим начало здесь более позднее. Вывод такой, ну, общий для клинической генетики, что важен полный учет клинико-генеалогических данных. И неосновной симптом может быть диагностически более ценным, чем более важный для здоровья больных. А последний пример комбинированной патологии более редко. Я с ней столкнулась один раз. Доктор Муртазина тоже участвовала в обследовании этой семьи. Сначала о болезни в целом. Эта патология связана с геном Валазина, ВСП, и вызывает целый ряд поздних доминантных форм симптомов, которые могут быть изолированными или сочетаться в разных вариантах. Это мышечная дистрофия, проксимальная, часто первый, наиболее частый симптом. Болезнь Педжета – единственное неневрологическое проявление, остеолитическая патология. Лобно-височная деменция. И болезнь Педжета, и лобно-височная деменция отличаются несколько более началом ранним при связи с геном ВСП, чем при других вариантах этой патологии. Ну и еще более редкие фенотипы – одна из форм БАС и некоторые другие. Среди довольно многочисленных мутаций большинство локализованы в горячей точке. В кадоне – 155, из них две частые. И краем красным выделена та, которая нашлась и в нашей семье. Вот эта семья, в которой двое братьев имели прежний диагноз, вернее, пробанда обратился с диагнозом нейропатии, поскольку этот диагноз был установлен у его старшего брата. Однако у обоих оказалась мышечная дистрофия, у пробанда проксимальная, вообще у брата генерализованная, довольно поздняя, быстро прогрессирующая. У пробанда также болезнь Педжета, которую не сразу, но в конце концов диагностировали при обращении к нам, он уже лечился. Явных признаков деменции у обоих нет. И в семье есть двое умерших. Плохо ходивший отец, он не обследовался, но по картине скорее мышечная дистрофия. И наоборот, вполне обследованный в самом головном учреждении брат, у которого была бульбоспинальная форма бокового аммиотрофического склероза, плюс развелась на этом фоне деменция для баз нехарактерная. Не сразу как-то у меня в голове связались и Педжет, и мышечная дистрофия у пробанда, и баз в семье, но даже поверхностный поиск диагностический вынул на поверхность эту форму и провели ДНК-диагностику. Все равно это было экзомное секвенирование, таргетную диагностику этой болезни не проводят. И у пробанда, а потом у членов семьи нашли вот эту гетерозиготную мутацию, выделили частую. Кроме больного, естественно, брата, к сожалению, мутацию обнаружили и у той сестры, которая решила обследоваться клинически здоровой, и у обоих детей нашего пробанда. То есть это доклиническая форма, а в каком варианте, вы видите такое внутрисемейное разнообразие, она проявится, сказать пока трудно. Это иллюстрации, ясно, что это мышечная дистрофия, хотя аммиотрофия ног может напомнить при первом взгляде нейропатию, которую предварительно ставили больному. В ногах она преимущественно дистальная, ноги нейрализованные, а плечевой пояс мы видим с характерной крыловидной лопатки. Это томограмма костей таза нашего пробанда, иллюстрирующая его болезнь Педжета, очаги остеросклероза, деструкции костной ткани. Вот пример редкой, ясно комбинированной патологии с преобладанием, казалось бы, разных неврологических болезней. Ну, поговорите о том, какой характер деменции был у этого больного БАЗ. Там была секция, но описание мозга нет, мы получили медицинские документы. Ну и всё, общее заключение. Значит, что на всех этапах диагностики надо учитывать атипичные варианты многих наследственных нервных болезней, но бездоказательно расширять спектр таких вариантов не следует. Как при вообще в генетике не только к нервным болезням, не всегда можно полагаться на экзомное секвенирование, даже полногеномное, и стремительный рост нейрогенетической, особенно, наверное, нейрогенетической информации требует от генетиков и неврологов, врачей постоянного обновления знаний, анализа литературы, включая чтение, описание наблюдений, которое может много подсказать. И, наконец, вот я ссылалась почти всюду на собственные публикации. Публикация собственных наблюдений особенно полезна не только для читателей, но и для авторов. Они уж откладываются в голове навсегда. Спасибо. Спасибо большое, Галина Евгеньевна. Мы переходим к следующему докладу. Я думаю, что наши слушатели понимают, что мы будем представлять не только какой-то единичный редкий случай, а будем рассказывать о дифференциальной диагностике этих редких случаев, об особенностях диагностики. И следующий наш доклад сделает научный сотрудник нашего медико-генетического центра, Айсула Фанзерна Муртазина. И она расскажет о сложностях дифференциальной диагностики редких вариантов наследственных миопатий. Это следующая группа наших наследственных заболеваний. Пожалуйста, Айсула Фанзерна. Здравствуйте, дорогие слушатели, участники конференции. Я принимаю эстафетную палочку у Галины Евгеньевны и продолжаю говорить сейчас уже конкретно о миопатиях, о редких формах. Хотя данная тема актуальна не только для редких форм миопатии, а в принципе для всех миопатий, для более частых форм тоже. Очень часто возникают ситуации, когда не сразу можно предположить даже частую форму миопатии. На самом деле говорить об этой теме можно очень долго, и за 20 минут, конечно же, всё не обговорить. Но тем не менее, какие-то акценты мне хотелось бы расставить в своём докладе. В чём же сложность дифференциальной диагностики миопатии в целом? Во-первых, не всегда бывает легко на клиническом этапе определить, миопатия приобретённая или наследственная. Есть лёгкие локальные формы миозитов с небольшим уровнем КФК, хотя казалось бы, что это чаще всего генерализованные и с высоким уровнем клетинфосфокиназы. Есть наследственные миопатии с очень высоким уровнем КФК, что часто приводит к ошибочной диагностике воспалительных форм миопатии у этих пациентов. Также сложно бывает определить уровень поражения. И довольно часто спинальная мышечная атрофия и миостенические синдромы имитируют миопатии, а дистальные миопатии, наоборот, легко и очень часто тоже путаются с нейропатиями. Также затрудняют дифференциальную диагностику разнообразия фенотипов наследственных миопатий. Есть очень много разных групп, форм, и даже ряд генов ассоциируются с разными формами фенотипическими миопатий. Здесь можно выделить основные группы, это поясноконечностные, околофарингеальные плечи, лопаточно-перениальные, дистальные формы. Но, конечно же, разнообразия гораздо больше. И также вместе с тем, наряду с тем, что много разных фенотипов, имеется фенотипическая схожесть при генетическом разнообразии. То есть довольно часто мы сталкиваемся с тем, что, опять же, отсутствие патогномоничных признаков. Мы не всегда можем по клинике определить, какой предполагаемый ген в том или ином случае поражен, в каком мы ожидаем мутации. То есть здесь, конечно же, тоже возникают сложности, и довольно часто. Опять же, это ассоциировано с выбором методики ДНК-диагностики, что, конечно же, не всегда только заключается в секвенировании экзома. Мы знаем, что очень много разных форм, которые мы можем не поймать при НЖС-методиках. Так вот, остановимся для начала на примере, который отражает сложность дифференциальной диагностики воспалительной и наследственной нейропатии. Вообще, когда мы сталкиваемся с этим впервые, с пациентом, мы, конечно же, в первую очередь задаемся вопросом, а всё-таки какой генез у миопатии. И в данном случае ключевыми признаками для нас были бы биопсии и ответ на терапию. Потому что казалось бы, что уж что, а всё-таки это нам как раз-таки даст точный ответ воспалительный, который отвечает на терапию и имеет соответствующие воспалительные признаки. При морфологическом исследовании биоптаты или нет. Также мы ориентируемся и на уровень КФК, и на выраженность спонтанной активности при игольчатой электромиографии, и признаки отёка при визуализации. Но, конечно же, говоря о клинике, мы также ориентируемся в первую очередь на быстротечность заболевания, что здесь я на слайде не указала. Но это, конечно же, тоже играет основную роль. Ну вот давайте обратимся к такому примеру. Обратилась больная, 37 лет, которая на самом деле наблюдалась уже многими докторами и ревматологами, и генетиками в течение более 15 лет. У неё жалобы на сегодняшний день боли и слабости в ногах и руках. Больше в ногах, ей сложно подниматься по лестнице, нуждаются в поддержке, встаётся со стула с помощью рук, как она мне высказала, и не может долго резать овощи. То есть в руках у неё тоже есть определённая слабость. По анамнезу первые симптомы возникли после родов в возрасте 25 лет. До этого она считала себя абсолютно здоровой. Во время беременности появилось покраснение кожи лица. Возникла слабость в ногах, которая наросла в течение трёх месяцев, что, конечно же, в первую очередь было интерпретировано как возможная воспалительная миопатия. И далее в течение 9-10 лет отмечалось очень волнообразное течение. То есть были периоды, когда она не могла в принципе встать без посторонней поддержки. И приём глюкокортикостероидов давал очень хороший эффект, вплоть до того, что она и могла встать без поддержки, и самостоятельно ходить без опоры. Хотя, как я уже говорила, были эпизоды как раз-таки очень выраженной слабости до этого. Также был период времени, когда она не могла сушить голову феном в связи со слабостью рук. Сейчас же у неё нет жалоб на то, что даже руки ей сложно поднять. И около трёх лет назад слабость в ногах и руках была более выражена, чем в настоящее время. Она лечилась у ревматологов и вплоть до сегодняшнего дня принимает небольшую дозу кортикостероидов ежедневно. Лечение было самое разное, но тем не менее полного ответа на терапию не было, что всё-таки ревматологов смущало. Они добавляли новые виды препаратов. И вопрос, поэтому долгое время всё-таки по поводу диагноза повисал в воздухе, и так долгое время и не могли точно определить, это всё-таки пациентка с воспалительной или с наследственной формой миопатии. Наследственный анамнез не отягощён, это первый случай в семье. Вот её клинические данные как раз-таки уже в 2021 году. Мы видим, что при ходьбе, да, можно отметить некоторый признак покачивания бёдер, походка Трендалимбурга, но невыраженный. И встаёт она, в общем-то, практически без поддержки. То есть она немножко отталкивается руками от пола, но какого-то яркого приёма Гойерса здесь не отмечается. У неё сила максимально в руках снижена до 4 баллов, в ногах до 3 баллов, то, ну, опять же, избирательно, не все мышцы. Рефлексы, в общем-то, коленные снижены, но остальные живые, симметричные. Чувствительных нарушений нет никаких, на пятках и носочках пациентка стоит, ходит. По дополнительным данным, в течение 12 лет, естественно, неоднократно измерялся уровень кретинфосфокиназа и никогда не спускался ниже 2 тысяч единиц на литр, а достигал и 6 тысяч. Иммунологические анализы были, в общем-то, отрицательные. По данным электромиографии, миогену уровень поражения с бурной спонтанной активностью. Опять же, то, что больше всегда наводит на мысль о том, что, возможно, именно здесь воспалительный компонент выступает в первую очередь. И по данным МРТ мышц всегда отмечались признаки отёка мышц. Здесь я долго останавливаться не буду, только отмечу, что в 2019 году, когда уже прошло более 10 лет от момента заболевания, здесь мы каких-то очень выраженных изменений не видим, разве что задняя группа мышц бедра действительно имеет признаки жировой дегенерации. А в плане мышц голени здесь всё нормально. Есть небольшие признаки отёка мышц бёдер в 2019 году. И в плане патоморфологического исследования, которое было проведено дважды, были вначале написаны признаки того, что они могут соответствовать леченному дерматомиозиту, а в 2019 году провели исследование, но точно сказать не смогли. Вроде как и есть признаки воспалительные, и вроде как их нет. Ей была проведена в 2016 году панель мышечной дистрофии. Было выявлено два варианта. Один в гене СЦН-10А, который ассоциирован с эпизодической болью, и там о мышечной слабости никакой речи не идёт. А вот другой вариант в гене саркогликана Дельта, но он в гетерозиготном состоянии. Один вариант, а состояние это аутосонно-рецессивное. В общем-то, так было долгое время, считалось, что эти варианты незначимы. Пока в прошлом году мы не провели и ей МЛПА-анализ, хотя, конечно, тут я вообще не ожидала, потому что всё-таки саркогликанопатии, они очень тяжёлые по своему течению. А пациентка демонстрировала в 2021 году, в общем-то, очень лёгкую клиническую картину для саркогликанопатии. Но, тем не менее, МЛПА-анализ показал делецию нескольких экзонов в гене саркогликана Д, что, в общем-то, в сочетании с той мутацией, которая выявлена, вероятнее всего указывает на то, что у пациентки действительно наследственная форма миопатии. Это поясно-конечно-мышленная дистрофия R6 по новой классификации. Сегликационный анализ сейчас в работе, но, в общем-то, я думаю, что здесь он будет у нас положительный. Так вот, у этой пациентки ключевых признаков для воспалительных было практически всё. У неё был очень высокий уровень КФК, не снижающийся, она реально реагировала на терапию. Но при этом, и при этом в плане саркогликанопатии, опять же, предположить её было сложно, потому что у неё довольно лёгкая клиника уже к 37 годам. И, конечно же, этот случай, он демонстрирует как раз-таки то, насколько порой бывает сложно даже определить генез, не то чтобы какая форма наследственной миопатии. Перейдём к следующему случаю, который у нас больше демонстрирует вот эту вот сложность дифференциальной диагностики, в принципе, миопатии с другим уровнем поражения. Вот больной 37 лет с жалобами на слабость в ногах, изменение походки, похудение ног. У него всё началось в 2010 году, хотя в школе он не мог садиться на полную стопу при приседаниях. Но в 27 лет отметил затруднения в беге, не получал столкнуться ногой, начали худеть голени, а потом уже через несколько лет бёдра. И в 2013 году заметил, что стало трудно подниматься по лестнице. Действительно кажется, что фенотип такой, который начался дистально и затем уже прогрессировал максимально. В неврологическом статусе есть слабость более выраженная в дистальных отделах ног, руки интактны, ретракция ахиллухсухожилий, степаж, и есть элементы переваливающейся походки, есть приёмы Гойерса при вставании, то есть задействованы здесь и дистальные, и проксимальные отделы ног, но тем не менее в большей степени дистальные. И вместе с тем, здесь я хотела бы обратить внимание на картинке справа, что несмотря на слабость и гипотрофию мышц голени, довольно сохранны мышцы стоп. И вот эта вот диссоциация, она как раз-таки должна была навести докторов на мысль о том, что, возможно, это всё-таки не наследство нейропатии, с которой пациент наблюдался очень многие годы. И действительно, дополнительные данные, которые были получены уже буквально в позапрошлом году, показали, что у этого пациента все признаки миопатии. Ну и по фенотипу мы понимаем, что это дистальная миопатия в большей степени, хотя уже к настоящему времени жировая дегенерация, вот эти вот белые мышцы, они отмечаются и на уровне голени, и на уровне бёдер одинаково. Проведено секвенирование клинического экзома, потому что не было смысла при дистальных миопатиях искать как-то таргетно причину болезни, и выявлено два варианта в гене Титина. Сегрегационный анализ показал, что он унаследовал одну мутацию от папы, а другую от мамы. В данном случае, вообще говоря про Титинопатии, это сама по себе большая группа болезней, можно так сказать, потому что очень много фенотипов описано при данном заболевании. При мутациях в этом гене. И в данном случае я пациенту выставила диагноз аутосомно-радистивной дистальной миопатии, ассоциированный обусловленными мутациями в гене Титина. Хотя по АМИМу мы видим, что вот как раз-таки такого фенотипа среди этого множества вроде как и нет. Но это нас не должно останавливать, всегда нужно более широко смотреть на ситуацию, и не всегда, конечно же, в АМИМе все будет. Это как раз-таки пример, который нам показывает, что разнообразие фенотипов наследственных миопатий, оно может быть даже в рамках мутации в одном гене. Ну, там про Титин, конечно, можно отдельную лекцию читать. Очень много групп ученых занимаются этим геном на сегодняшний день. И последний пример клинический. Больная 36 лет, с жалобами на ограничение движения рук, не поднимается выше горизонтального уровня, ей тяжело одеваться. Слабость в ногах, не может встать без опоры, тяжело подниматься по лестнице. Частое падение. Она больна с рождения, ей долгое время сначала ставили ДЦП, а затем ей в подростковом возрасте заподозрили мышечный дистрофилондузида жирина, и она с этим диагнозом наблюдалась около 20 лет. Прогрессирование болезни отметила после родов. Ну вот родословное представлено на слайде, в силу времени я пока не буду останавливаться долгое время. Мы увидели, что там вот особенно доминантный тип наследования предполагается. И она была на приеме с сыном 9 лет, у которого тоже отмечаются жалобы, характерные для миопатии. У него слабость в ногах и в руках. Все началось довольно рано, ранее моторное развитие с задержкой, и самостоятельно пошел только в год и 4 месяца. В общем-то и с речью тоже была задержка. По клиническим данным, у пациентки отмечается, почему ей заподозрили мышечный дистрофилондузида жирина. Вот то, что жирным выделено, как раз-таки характерно для этой мышечной дистрофии. У нее действительно асимметричная слабость максимальных мышц, слабость мышц живота, есть слабость лицевой мускулатуры. Хотя там описывали губы топира, как полагается поперечную улыбку, но я бы не сказала, что он такой выраженный фенотип лицевой. Тем не менее, и была слабость, умеренная есть. Слабость сгибателей шеи, приема Гойерса, походка от Татарина Бенталимбурга не может ходить на носках, что не так характерно для мышечной дистрофии ондузида жирина. Но, тем не менее, я имею в виду больше про слабость мышей, то есть она, как правило, не встречается при данной форме. Но сочетание слабости лицевой мускулатуры, крыловидных лопаток, гиперлордоза, конечно же, здесь в первую очередь с аутосундоминантным типом наследия наводит на мысль, что это мышечная дистрофия ондузида жирина. КФК 200-300, не сильно выше нормы. По МРТ мышц, опять же, здесь отмечается выраженная симметрия поражения мышц, что тоже характерно для ондузида жирина. Здесь мы с правой стороны видим как раз на уровне голени, как красными стрелками показано, отличаются мышцы с разных сторон. И все-таки ДНК-диагностика именно ондузида жирина была проведена, но, как ожидалось клинически, все-таки у них не выявлено сокращение повторов. Далее провели секвенирование клинического экзома и выявили два варианта, исходя из всех клинических данных и МРТ-данных, все-таки мы решили проверить и сделать сегрегационный анализ на варианты в гене АКТ-1. Мы видим оба варианта с неясноклиническим значением, и действительно этот вариант он сегрегирует. При, опять же, мутациях в гене АКТ-1 описано очень много фенотипов разных, в том числе с капула перинеальная миопатия. И семья как раз-таки описанная ранее с определенной мутацией. У нас есть еще одна пациентка уже в этой ранее описанной мутации с этим фенотипом. То есть здесь мы, в общем-то, должны всегда понимать, что мышцы на дистрофе и ондузида жирина это не всегда только конкретно одна мутация. Такой фенотип может отмечаться и при других формах миопатии. Есть очень много общих черт, но не характерно для мышц на дистрофе и ондузида жирина контрактуру суставов, которые были у пациентки, слабость мыши, там была еще атрофия слабость дельтовидной мышцы и довольно ранний дебют. То есть у и мамы, и у сына отмечались признаки заболевания еще с рождения. И уже переходя к выводам, мне хотелось бы еще раз отметить, что патагномоинчных признаков для конкретных миопатий практически нет. И ни для редких, ни для частых форм. Нужно обращать внимание на мелочи при этом. То есть все-таки, если, например, нет атрофии короткого разгибателя пальцев, а есть атрофия более максимальных мышц, то здесь мы можем легко дифференцировать с нейропатиями миопатии дистальной. По клинической картине мы всегда должны ориентироваться в первую очередь. Данные любых исследований дополнительных, лабораторных и инструментальных могут быть противоречивы. И нужно уметь выделять, конечно же, главное в клинической картине и в дополнительных исследованиях. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Айсила Фонзерна. Ну, мы продолжаем говорить о нервно-мышечных заболеваниях. И следующий наш доклад сделает наш ведущий научный сотрудник Шаркова Инна Валентинна. И расскажет об очень интересной группе нервно-мышечных заболеваний, наследственных заболеваний. Вообще это миостыния. Мы недавно занялись этой группой заболеваний, потому что считалось достаточно долго, что миостыния – это не наследственные заболевания, они имеют аутоиммунную природу. Но сейчас Инна Валентинна нас разубедит. Пожалуйста, Инна Валентинна. Прошу прощения. Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю вам сегодня интересную группу заболеваний наследствия миостынии. Это группа генетически-гетерогенных, клинически разнообразных заболеваний, которые возникают в результате мутации в генах, белковые продукты которых участвуют или влияют на функцию и структуру мышечного соединения. Синапс представлен мембраной нервного волокна и мембраной мышечного волокна, которая называется пресинаптическая, посинаптическая мембрана, и между ними находится синаптическая щель. Действительно, на этом слайде представлена выраженнейшая генетическая гетерогенность, но на самом деле больше 30 генетических вариантов описаны в настоящее время, причем они имеют не только аутосомно-доминантный или аутосомно-рецессивный тип наследования, но и могут сочетать в себе и аутосомно-доминантный, и аутосомно-рецессивный тип наследования. Нарушения экспрессии белковых продуктов этих генов приводят к различным нарушениям пресинаптических, синаптических и постсинаптических дефектов, и в результате возникают основные клинические проявления в виде аномальной утомляемости, слабости мышц различных групп, а также электромиографических признаков нарушений нервно-мышечной передачи. На данном слайде перечислены основные исследования, которые используются для диагностики нарушений нервно-мышечной передачи, и все типы наследственных миостений, они имеют общие клинические признаки утомляемости, мышечной слабости. Но возраст начала, особенности клинической картины и показатели электромиографических исследований, а также терапевтические подходы, они варьируют в зависимости от молекулярного механизма, который лежит в основе генетического дефекта. Как вы видите на этом слайде, белковые продукты этих генов функционируют и как ионные каналы, и как структурные белки, и как сигнальные молекулы, каталитические ферменты, сенсорные и транспортные белки, которые работают в пресинаптической, синаптической или постсинаптической части нервно-мышечного соединения. Кроме всего прочего, вот здесь представлены основные эффекты патофизиологических механизмов. Вот сейчас они будут мигать там, где располагаются или происходят эти нарушения, от дефекта биосинтеза и транспорта ацетилхолинов до митохондриальной дисфункции, которая будет приводить к различным клиническим вариантам наследственных миостыней. Так, допустим, дебют этих, эта обширная группа заболеваний может быть от нутриутробного до взрослого возраста. Клинические проявления намного более широко могут быть приславлены, чем просто повышенная мышечная утомляемость. Вот здесь перечислены основные признаки от снижения подвижности плода до дыхательных нарушений и сколиоза. А также тяжесть течения может варьировать от легкой, периодической утомляемости с незначительным моторным дефицитом до постоянной выраженной слабости. На этом слайде я представила частоту встречаемости отдельных генетических вариантов. Вот наиболее частым распространённым является мутация в гене, до 50% составляют, которая отвечает за развитие четвёртого типа наследственной миостыней. И несколько примеров приведу по этому поводу. Отмечаю, что дебют может быть и внутриутробно, и в младенчестве, и в детском возрасте, и тяжесть течения широко варьирует. Вот на данном слайде мы видим девочку, которой нет ещё двух лет. Родители обратили внимание на неуверенную походку, задержку моторного развития. И обратились к нам за помощью в диагностике. Мы видим, что она стоит и ходит неуверенно, что она смотрит вверх за прокидыванием головы, что говорит нам о скрытом птозе первой-второй степени, хотя родители отмечают, что птоз у неё непостоянный. И при проведении молекулярно-генетических исследований было выявлено две замены в компаут-гетерозиготном состоянии в гене, который отвечает за развитие наследственной астении четвёртого типа. На этот пример более взрослой женщины, которая также пришла и жалуется на слабость опущения верхних век, слабость в конечностях. Причём первые признаки заболевания она отметила уже в шестимесячном возрасте, но пошла вовремя, и слабости изменения походки не отмечали. Дифференциальный диагноз проводился с метахондриальной патологией, поскольку был повышен уровень лактата после нагрузки глюкозой, и в мышечном биоптате были признаки, указывающие на метахондриальную патологию. Но когда ей провели электромиографическое исследование, было выявлено положительная проба с прозерином, и при проведении молекулярно-генетического анализа были выявлены две мутации в гене, который также отвечает за миостынию четвёртого типа. Третий тип не вынесен в частые, но в нашей практике он всё-таки достаточно часто встречается. И здесь его особенностью является, что он в основном в младенчестве дебютирует, хотя очень широко по своим клиническим проявлениям. Вот это одна из первых наших пациенток, которая пришла к нам впервые в пять лет. Сейчас ей 19, она неплохо себя чувствует на фоне проводимой терапии, но она была настолько с выраженными проявлениями, которые заставляли с отягощённым таким акушерским анамнезом до 24 суток находилась на ИВЛ, кормление зондовое до пяти с половиной месяцев, три эпизода остановки дыхания, проведения манипуляций в течение двух месяцев жизни. И, конечно, она развивалась с задержкой. При осмотре у неё очень широкий набор проявлений заинтересованности всех групп мышц и глазных, и проксимальных, и аксиальных, чтобы смотреть, она придерживала рукой глаз, чтобы говорить, придерживала нижнюю челюсть. Говорила на вдохе. При этом у неё не были значительно снижены сухожильные рефлексы, и достаточно при проверке силы не было значительного снижения мышечной силы. Ей делали множество, огромное количество всяких исследований, и лактат точно так же у неё был повышен после нагрузки глюкозой. При стимуляционном электромиографическом исследовании ответа с мышц не было получено, но в других группах выявлялся миогенный уровень поражения. И она с огромным количеством диагнозов наблюдалась в разных местах от перинатального поражения, синдрома энцефаломиолопатии, до синдрома мёбиуса. А в результате при генетическом тестировании было выявлено у неё две замены, которые приводят к развитию третьего типа, причём быстрого канала. Другая пациентка с более лёгким и даже, можно сказать, острым началом, поскольку родители первые признаки заметили якобы через две недели после проведения АКДС. В течение месяца вначале появилось расходящееся косоглазие, потом появился через течение месяца ПТО с двухсторонней, неуверенность в походке стали отмечать, ещё через месяц офтальмопорез и попёрхивание. Акушерский анамнез этого девочки был значительно отягощён, поскольку она была экстренно оперативно рождена на 30-й неделе и, конечно, с низким весом, весоростовыми показателями и долго находилась в стационаре и, конечно, развивалась с задержкой, но не так плохо, потому что пошла в год и два. Ей делалось также МРТ головного мозга, на котором не было выявлено патологии, прозыриновая проба была отрицательна, дифференциальный диагноз проводился в группе аминоцидопатии, метхондриальной патологии, но при молекулярно-генетическом тестировании были выявлены мутации, опять же, в гене, отвечающем за развитие третьего типа. А вот следующий пример – это четырехлетняя девочка, которая чуть позднее дебютировала, в два с половиной года, и у нее птоза не было, были ограничения движения глазных яблок, легкая слабость лицевой мускулатуры, сухожильные рефлексы были живые, ходьба на пятках и носках не затруднена. Но, тем не менее, при проведении исследований были, опять же, выявлены мутации в гене, ответственные за миостыни третьего типа. На этом слайде я хочу представить данные из литературы. Это второй по частоте встречаемости тип наследственных миостыни. Это пятый тип. Он, как вы видите на картинках справа, очень имеет фенотипическую вариабельность. И отличительным, может быть, признаком могут быть такие боли в мышцах, провоцируемые усталостью, холодом или перегреванием. Также достаточно часто встречается наследственная миостыни десятого типа. И она имеет еще более широкий спектр дебюта от внутриутробного до взрослого и очень широко варьирует. Вот как пример такого достаточно атипичного течения наследственной миостыни девушка 21-го года, которая тоже отмечала как бы острое начало, резко возникшая мышечная слабость при подъеме по лестнице в 7-летнем возрасте, которая прошла в течение 10 минут, а уже где-то лет через 10 она отмечала после тяжелой физической нагрузки, то есть ходила по горам, не могла вставать в течение нескольких дней с пола без рук. Ее акушерский анамнез не был отягощен, она развивалась нормально, но всегда отставала от сверстников и предпочитала тихие игры. Если посмотреть, как она ходит, то мы видим вот эту переваливающуюся несколько походку Транделенбурга, есть некоторые затруднения ходьбы на пятках, но при этом она вот несколько раз я ее попросила присесть, она не использует приемов Говерса, но если на 30-й раз она все-таки начинает использовать приемы миопата. При молекулярно-генетическом исследовании у нее были выявлены изменения в гене, отвечающем за 10-й тип наследственной миостыни. А вот следующая пациентка это наблюдение профессора Додали Елены Леонидовны, это взрослая женщина с поздним началом, которая в 23 года только после родов обратила внимание, что есть у нее слабость мышц, рук, ног, шеи, появился прогрессирующий сколиоз, и вот тоже был диагностирован 10-й тип наследственной миостыни. В литературе есть описание с более ранним началом, когда вот с рождения возникают, и здесь особенностями можно отметить, что нет флюктуации симптомов, нет птозы и офтальмопореза, и может быть увеличен декремент по данным электромиографии. Очень широкая вариабельность представлена в литературе, и такие есть полезные дифференциально-диагностические признаки, на которые можно обратить внимание и заподозрить наследственную миостыни, это стридер в раннем возрасте, при раннем дебюте атрофии языка, отсутствие офтальмопореза и ассоциированная миопатия, то есть признаки миопатического синдрома. В 5% по данным мировой литературы встречаются мутации в гене чат ответственного за развитие 6-го типа. Он может дебютировать внутриутробно, в младенчестве, в детском возрасте. Это один из немногих типов, который приводит к пресинаптическому дефекту и значительно затрудняет диагностику при проведении электромиографических исследований. Вот по данным литературы здесь приведены данные, что в основном это до двухлетнего возраста дебют, и основные, можно так сказать, симптомы, которые будут нас наталкивать на мысль о этом типе, это приходящие эпизоды, потенциально жизнеугрожающих апноэ с внезапным началом. Если посмотрите на картинки, то из трех-двое имеют трахеостомы. Но вот этот пример, он несколько отличается от описанных в литературе. Это наблюдение муртазина насилово-фонзированное. Здесь представлен мальчик шестилетний, который демонстрировал проявления таких периодических периодической миопатии, можно так сказать. И первые проявления возникли у него в возрасте двух с половиной лет после купания. Но, тем не менее, был диагностирован шестой тип наследственной миостыни. Кроме всего, для общего развития есть и такие типы, которые, как 18-й тип сопровождаются от таксиумств и надсталостью с удорогами, или как 25-й тип с деформациями позвоночника и выраженной мышечной гипотонии. И если подводить итог, то особенностями клинических проявлений есть, но все равно возраст манифестации варьирует от внутриутробного до взрослого. Клиническая картина полиморфна и зависит не только от генов, в котором произошла мутация, но и от типа мутации. Слабость, конечно, нарастает в основном в этой группе заболеваний в течение суток или в течение или фликтуирует в течение нескольких дней, но может быть и диффузной, и постоянной, в течение и ремитирующей, и неуклонно прогрессирующей. И, конечно, мы обращаем на то, есть или нет один тела к ацетилхолину. В большинстве случаев, но не во всех, то есть, бывают случаи, когда мы их выявляем при наследственных миостыниях. Нет гиперплазии тимуса и особенности электромиографической картины. И вот еще раз хочу обратить внимание на фенитепические варианты. То есть, это могут быть и изолированные птоз с или без офтальмоплегии, и проксимальная миостыния, имитирующая поясно-конечностную мышечную дистрофию с нормальным уровнем КФК. Это может быть врожденный ортогриппоз мышечной гипотонии и приврожденных вариантов наследственных вариантов миостынии. Может быть, задержка психоречивого развития, особенно у детей с такими периодами апноэ затяжных. И, конечно, выражен огромный внутрисемейный полиморфизм клинических проявлений наследственных миостыний. Но есть еще заболевания, которые могли бы тоже нас вначале заставить подумать о наследственной миостынии, как, допустим, вот эта 15-летняя девушка с опущением век, с жалобой на общую слабость, плохую переносимость нагрузки. Жалобы появились в 12 лет. И если вы посмотрите, то у нее действительно есть птос, гипомемия, ограничение подвижности глазных яблок по всем направлениям, ослабление конвергенции. Но при этом она достаточно хорошо присаживается и встает, у нее нет приемов Говерса. И уровень лактата через 40 минут после нагрузки сладки у нее был повышен до 2,4. И было принято решение посмотреть вначале метахондриальную патологию, и было выявлено изменение в моче, в гомоплазмическом состоянии, в достаточно часто встречающейся крупной перестройке, которая в основном приводит к синдрому Керенцейра, но у нее была установлена метахондриальная околофрингеальная миопатия. Вот еще один пример мальчика около 7 лет, который с выраженным птозом век, с выраженной грубой задержкой в моторном развитии, с отчергощенным акушерским анамнезом, и у него помимо особенностей лицевых, птоза, слабости, разболтанности, еще были выявлены множество фенотипических особенностей, и тут немножко пошли мы другим путем, подумали о том, что это все-таки врожденная миопатия, и подтвердили диагноз в гене, который отвечает за развитие немаленовой миопатии восьмого типа. Это последний пример. Мальчик, которому почти два с половиной года, у него выражена гиптомия, птоз, непонятная речь, он родился достаточно хорошо, но плохо брал грудь. Обратили внимание на то, что ребенок не улыбается, не смеется в один месяц, заподозрили, что у него есть пары с шестой и седьмой пары, и он действительно гипомимичен, у него ограничение взгляда в сторону и вверх, ограничение высовывания языка, но при секвенировании экзона у него был выявлен редкий вариант мутации в гене, мутации в котором отвечает за нарушения развития ЦНС, гипотонии и вариабельными нарушениями интеллекта. И что хочется сказать, что дифференциальный диагноз очень обширен. У детей это и врожденные варианты спинальных мышечных атрофий, врожденных мышечных дистрофий, структурных миопатий, плеч-лопаточных и огромное количество. И вот чуть ниже в самом конце это ненаследственные варианты, которые от синдрома мебиуса до конгенитального ботулизма или аномалии развития ствола мозга. Также возможно пассивная передача аутоиммунной миостынии от больной матери к новорожденному ребенку. У взрослых тоже список достаточно большой, немножко может быть чуть меньше, чем у детского возраста и от болезни мотонейрона до синдрома хронической усталости. Так что всегда нужно быть внимательным и не забывать, что это может быть причиной вот этих проявлений наследственных миостыний. Спасибо за внимание. Спасибо, Инна Валентинна. В общем, миостынии может быть любой совершенно симптом. Кроме того, к вам может прийти совершенно вроде бы здоровый человек и говорит, вот я прошел километр, и вдруг я устал, идти не могу, и все такое прочее. Вот такой хамелеон это миостыния. У нас остался еще один доклад, который нам сделал Артем Олегович Боровиков совершенно о другой группе заболеваний, но перед этим я хочу вам озвучить некоторую информацию о сайте конференции. Значит, на сайте конференции есть значок мессенджер Телеграм. Нужно нажать на него, и мы предлагаем вам подписаться на этот новый новостной Телеграм-канал. Он обновляет информацию каждый день, сейчас там новости, вообще там будут размещаться самые последние методические рекомендации. Сегодня там будет размещена ссылка на совместную работу Ассоциации медицинских генетиков, Союза педиатров России, Российское общество неоносологов, Национальной ассоциации детских реабилитологов и так далее, и других профессиональных сообществ, и будут выложены методические рекомендации нарушения цикла образования мочевины и методические рекомендации по ранней диагностике мукополисах редуза. Эти документы, вообще там будут выкладываться те документы, которые необходимы в работе докторов, чтобы узнать новые возможности назначения получения пациентов, в том числе незарегистрированных, зарегистрированных препаратов через фонд Круг Добра. Пожалуйста, подписывайтесь. А сейчас мы переходим к докладу, который нам сделает научный сотрудник нашего консультативного отдела, Артём Олегович Боровиков, и он расскажет о совершенно уникальной и новой группе заболеваний, об их клинических проявлениях и, самое главное, способах терапии. Это кортикальные дисплазии. Пожалуйста, Артём Олегович. Да. Доброе утро, коллеги. И доклад у меня будет более такой теоретический. И в тесненности у нас по многому меняется представление о болезни, которые мы видели раньше. И вот я точну с такой замечательной картины, которую задевали пучёные из постана. И здесь мы видим то, что головной мозг, он построен на самом деле очень сложно. То есть в нём присутствуют различные поделы, различные изменения. И вот этот как раз рисунок, он полностью отображает весь смысл лекции. И вот что я буду пытаться вам рассказать. То есть во-первых, для представления очень важно знать то, как произвивается головной мозг в норме. То есть этот процесс является безусловно очень сложным. Мы не знаем все элементы участвующих в этом процессе, но основные события нам известны. Естественно, в таком сложном процессе участвует очень много пилков генов. И если в них возникают изменения, у нас могут произвиваться разные последствия заболевания. В первую очередь, опять же, в зависимости от функции этих генов головного мозга мы можем увидеть те или иные изменения на МРТ головного мозга, поприленные специфические изменения на кистологических стрезах. И вот представлен в слайде все картикальные киспозии победены и сравниваются с поприленные специфические изменения, которые мы видим в кистологии. То есть в некоторых случаях мы видим, что тероны, то есть их становится либо слишком много, они поднимают сверх, в некоторых случаях тероны, они наоборот спускаются вниз и произвуют узлы кетеротопии, в некоторых случаях мы видим какие-то новые типичные клетки, это все влияет, опять же, на и клиническую картину, и на то, в каких кинок мы понациально можем отыскать ампутацию. И это действительно очень такая легкая вариант, где у нас болезнь является ампутогенной, то есть в зависимости от вида наследования ампутации она либо возникает теновая, либо она наследуется от побоих родителей, потому что у них она находится в статусе тасительства. но есть еще такое понятие, а именно стимопатический мозгицицизм является абсолютно нормальным, то есть в каждой клетке любого организма возникает изменение, подключающее ее от остальных, и изменение возникает во время теления, но и могут быть спровоцированы какими-то внешними факторами. В большинстве своем стимопатические ампутации не влияют на функцию клеток, а если влияют, они выходят обычно в паптос, либо незначительно снижают в свою функцию. Как видно из слайда, в действительности головной мозг имеет некоторые области, где есть колонии теронов, где у них есть определенный специфический набор стимопатических ампутаций. И здесь возникает вопрос, а что если эта стимопатическая ампутация возникает в генах, отвечающих за развитие наследственных форм картикальных дисплазий. И вот здесь мы на примере видим, то в том случае, если ампутация возникает на раннем этапе импульминального развития, мы уже видим новый фентотип в виде так называемого синдрома двойной коры. Если опять же ампутация в гене в том же, она возникает немножко позже в процессе развития амбракинеза, мы видим изменения, которые уже более локализованы и сохраняются опять же в участке абсолютно здоровой ткани колонного мозга, не имеющим ампутацию. И одним из клинически значимых от фокальных изменений является фокальная картикальная тисплазия, они могут иметь абсолютно различные размеры и в некоторых случаях они являются причиной развития эпилепсии. Как мы опять же знаем, согласно рекомендациям Пежнонорной Лиги против эпилепсии от 2017 года, поделяются две формы по идеологии, это структурная и кинетическая. И вот фокальная картикальная тисплазия, она объединяет в себя признаки вот этих обоих форм, потому что есть структурные изменения, а если мы исследуем ткани головного мозга с помощью стеквенирования в области вот этих изменений, мы видим в каком-то проценте случаев ампутации в клетках отвечающих за активацию сигнального пути в МТОР. И здесь опять же представлен такой вот список кинов и соответственно пилковых комплексов. Многие из них, я думаю, то, что они вам знакомы, к примеру, ТС1 и ТС2, отвечающие за произвитие туберозного циклероза, и в некотором смысле туберы, что мы видим при туберозном циклерозе, они являются по сути дела кратикальной тисплазией, и там обнаруживаются автоматические ампутации в генах. И вот каким образом это может представить вид такой простой схемы, то есть есть определенный сигнальный путь, и если возникает ампутация активирующей кены, что уже в норме повеличивает активность этого сигнального пути, то он активируется с большей силой. А если опять же мы теряем две копии кенов, отвечающих за супрессию данного сигнального пути, мы снова видим о том, что он активируется с большей силой. Именно это уже показано по многих исследованиях. И вот есть одна очень попытная клиническая форма эпилепсии. Она называется помимо стимейной и стимейной пакальной эпилепсии с парабельным фокусом. Она же связана с ампутациями в генах ТПДС5, ЭНПРЛ2 и ЭНПРЛ3, которые вместе образуют единый пилковый комплекс, который один. И в последнее время все чаще в интербежной литературе и в нашей вот эта форма называется эпилепсия. В чем здесь опять же такая огромная сложность? Она заключается в том, что если у нас есть пациенты с какими-то кинетическими формами эпилепсии, все-таки мы можем отыскать какое-то сходство кинетических признаков. То есть либо какие-то особенности приступов, либо какие-то особенности на ПГ, либо какие-то особенности в возрасте дебюта. Но в случае с эпилепсией каких-то особенностей нет, за исключением того, что может возникать что угодно. И вот здесь представлены разные предословные с ампутациями в гене ТИП-15 и разными спектами выделены различные формы эпилепсии. Мы вот видим то, что есть такой огромный спектр разнообразия. И самое главное, что возникает неполная пенетранность. Потому что если мы вернемся к предыдущему слайду, здесь важно, чтобы произвилась картикпальная дисплазия возникновения второй мутации. Пересловно, опять же, если у пациента есть уже одна онкоследованная, то с большей периодностью у них в течение жизни может быть диагностирована фокальная картикальная дисплазия. Но это не происходит в 100% случаев. И следует возникает очень сложно клинические мысли о том, что в действительности ли мы верно определили форму эпилепсии, потому что мы в норме не можем исследовать ткани головного мозга только если пациенты не идут на какое-либо хирургическое вмешательство. И если мы знаем, что эти формы связаны с тем, что он нас активирует сигнальный путь МТОР, то многие знают, что есть лекарства, которые подавляют его активность. Их, в принципе, очень много. То есть есть прекрасно, что поработают на различные решения сигнального пути и показывают в некотором смысле такое двойное действие. Есть более специфические, которые могут таргетно поработать на пилки, участвующих в данном сигнальном пути. И здесь для выбора этого прекрасного вещества нам надо знать, где именно возникла у нас мутация. Потому что, к примеру, если у нас есть ингибитор на ПИ3К, а мутация у нас возникла в одной из киназа КТ, то блокирую, опять же, его либо не блокируем, мы не увидим, какого клинического эффекта. Потому что причина этого состояния, она расположена ниже. Соответственно, в конечном итоге мы перейдем к тому, что нам потребуется в некотором смысле принять стратегию обследования и ведения пациентов с фокальными картикальными дисплазиями. Потому что сейчас в настоящее время кинетические исследования делаются исключительно в этапе до операционной подготовки. Но не всегда оперативные причины показываются эффективными. И именно операция это возможность для нас взять ткань головного мозга и исследовать ее. И вот в том случае, если мы выявляем какие-то изменения значимые и судороги возвращаются, мы можем попытаться для пациентов с фармакорезистетными формами эпилепсии попробовать лечение уже более специфическое, основанное на прокурорных генетических данных. Но это вопрос будущего и возможно не самому ближайшему, но эти работы ведутся и ведутся и в нашем центре тоже. Что еще я бы так хотел бы отметить о совершении, то что на сегодняшний день у нас очень маленькие представления в принципе о тематических событиях и их влиянии на критикальные тисплазии в целом. Потому что я уже рассказывал это в начале, очень много генов пополняют важные функции и возможно опять же среди них есть какие-то недооцененные варианты, которые мы просто не знаем, потому что они могут влиять на образование этих информаций. А если мы их знаем, то в некоторых случаях это может потенциально приводить к использованию более специфического лечения. Спасибо за внимание. Это все. Спасибо большое Артем Олегович. Это наши перспективы. Я думаю, что неврология, да и не только неврология, генетика будет двигаться по пути создания каких-то новых совершенно лекарственных препаратов. И мы изучая различные наследственные заболевания, тоже будем какой-то вклад в это вносить. Спасибо. У нас один есть вопрос. Кто нам задает? От Зоевой Галины Анатольевны. Она пишет, с чем объясняется отрицательный презриновый тест премиостыни у детей. Какой метод можете порекомендовать для дифференциальной диагностики? На самом деле прозриновый тест всегда работает. Может быть, ответит тогда, конечно, Инна Валентина, но, как мне кажется, прозриновый тест работает всегда при аутоиммунной миостынии, препараты, действительно эффективны антихолиностеразные препараты, а при наследственной миостынии, когда Инна Валентина рассказывала, не всегда антихолиностеразные препараты эффективны. Кроме того, они оказываются иногда не только неполезны, а просто вредны, потому что есть такие формы амиостынии, которые в детском возрасте проявляются, прежде всего, которые обусловлены мутацией в гене аутоиммунной 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 короче говоря, с этой точки зрения, мне кажется, прозриновый тест не всегда эффективен. Я думаю, может быть, мои коллеги добавят что-то такое. Я могу еще добавить более конкретно. Прозерин это у нас ингибитор ацетилхолиностеразы. Генетические причины астении очень многочисленны. И не всегда ингибиция ацетилхолиностеразы и, соответственно, увеличение числа ацетилхолина в синаптической щели будет нам давать эффект в силу того, что просто даже, несмотря на то, что будет нормальное число ацетилхолина, количество, объем, нет таргета на которые он мог бы повлиять в силу, например, поражения, например, колкью, который держит ацетилхолин. То есть просто от точки приложения зависит. И, естественно, не всегда то, что мы можем подействовать на ацетилхолиностеразу, нам даст эффект просто банально от того, что будет не та точка приложения. Если не работает прозериновый тест, а мы предполагаем миостынию, например, есть декремент при проведении электромиографического исследования, то это нас нацелит на то, что надо искать мутации в определенных генах. Ну, в общем-то, да, и до свидетельствия довольно часто. Исходя из патогенеза. Полкью, доксима нужно помнить, и вообще, в принципе, им лучше не давать. Действительно, потому что может быть ухудшение. А вот что касается дифференциальной диагностики, скажите, пожалуйста, электромиография является хорошим методом дифференциальной диагностики? Я вот СЛУ Фонзирну спрашиваю, потому что она у нас специалист в электромиограмме. Вот это декремент, о котором вы все время говорите. Дифференциальной диагностики наследственных и приобретенных в форме миостыни? Нет, диагностика миостыни. А, в принципе. Ну, во-первых, нужно сказать, что если аутоиммунная это с антителами к атехолинорецепторам всегда показывает практически в большинстве случаев действительно увеличение декремента при проведении ритмической стимуляции, то при редких аутоиммунных формах, более редких, таких как с антителами к маск-рецепторам, там может быть не быть декремента или при исследовании конкретных мышц может наблюдаться увеличение декремента. А вот при врожденных миостынических синдромах вообще, в принципе, очень часто мы не выявляем увеличение декремента. В принципе, и клиника там разнообразная, и вот эта вот обычная, как по протоколу стандартному проводится ритмическая стимуляция, этого, конечно, может быть недостаточно, и мы очень часто не выявляем, поэтому электромиография не является исключающим методом. Но есть еще и легочатая электромиография одиночного мышечного волокна, это более редко выполняется методика, но в некоторых случаях она более чувствительна, так скажем, она может действительно выявить нервно-мышечный блок в отличие от декремента теста. Да, спасибо большое. Но, к сожалению, у нас единственный метод, хорошо работающий, который позволяет нам диагностировать наследственные миостынии, это секвенирование клинического экзома, поэтому мы сначала достаточно долго просили наших электрофизиологов, чтобы они нам выявили этот декремент, чтобы мы могли предположить, что это миостыния, но оказалось, что не только наши электрофизиологи не могут выявить, но вообще он в принципе не выявляется, и это мы обнаружили, когда анализировали литературу, в том числе и зарубежных исследователей, просто не выявляется электрофизиологическим методом, поэтому предположить миостынию вы можете на основании вот тех клинических критериев, которые пыталась обозначить Частина Валентиновна и назначить клиническое секвенирование экзома, потому что, к сожалению, пока мы не выявили какого-то гена, который по своим размерам был бы пригоден для того, чтобы его отдельно исследовали, мы не выявили гена, который отвечал бы за основное количество миостынии, несмотря на то, что 50% он заставляет, но он большой, там нет мажорных мутаций, поэтому делать такое исследование дороже оказывать иногда, чем делать секвенирование клинического экзома, поэтому вот таким вот образом. Можно еще добавлю, что, конечно, в первую очередь, особенно у маленьких детей, новорожденных или первого года жизни, если вы видите выраженную мышечную слабость с нарушением дыхания, с какой-то лицевой слабостью или без, вы будете в первую очередь исключать заболевания из тех групп, которые имеют таргетную терапию. Спинальная мышечная атрофия 5К, наследственные болезни обмена из разряда аминацидопатий, болезнь помпы, то есть вот какие-то такие. И это будет в плане дифференциальной диагностики стоять на первом месте, а если вы уже исключили заболевание, которое можно вылечить или полечить, или поддержать, или изменить качество жизни, то вы уже тогда будете с учетом клинических проявлений переходить к более широкому исследованию в виде молекулярно-генетического исследования секвенирования экзома и генома иногда даже. К сожалению, время нашей секции подошло к концу. Мы прощаемся. Благодарим всех, кто был с нами. Надеемся, мы не разочаровали вас, и та информация, которую изложили мы в наших докладах, была вам полезна. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Болезнь помпы – это редкое, прогрессирующее, жизнеугрожающее нервно-мышечное заболевание, поражающее примерно 1 из 40 тысяч человек в мире. У пациентов с болезнью помпы с поздним началом наблюдается прогрессирующая слабость мышц всего тела, которая со временем приводит к более серьезным нарушениям двигательной и дыхательной функций. В норме лизосомы содержат кислую альфа-глюкозидазу GAA, фермент, который расщепляет гликоген до глюкозы. У пациентов с болезнью помпы активность этого фермента снижена, что приводит к патологическому накоплению гликогена в лизосомах. Избыток гликогена мешает нормальной работе клеток и в итоге вызывает необратимое повреждение мышц и прогрессирующую утрату двигательной и дыхательной функций. Болезнь помпы это генетическое заболевание, которое может проявиться как в младенчестве, так и в более позднем возрасте у детей или взрослых. Болезнь помпы может серьезно повлиять на жизнь пациента от быстрого прогрессирования у младенческой формы до медленного после первого года жизни. Часто диагностическая одиссея пациента может занимать многие годы. Порой симптомы болезни помпы малозаметны, появиться они могут в позднем детском возрасте. Прогрессирующая слабость мышц тазового пояса и диафрагмы приводит к нарушению подвижности и затруднению дыхания. При задержке в диагностике и прогрессировании симптомов повседневные деятельности привычный уклад жизни оказываются под угрозой. Со временем больному становится труднее заниматься домашними делами, даже простая физическая нагрузка требует все больших усилий. Симптомы болезни помпы могут напоминать проявления других нервно-мышечных заболеваний. Без лечения болезнь прогрессирует от обычной слабости до инвалидизации и даже смерти. Если вы распознаете ранние симптомы болезни помпы, то сможете ускорить диагностику и улучшить исход болезни. Продолжение следует... Болезнь Фабри Прогрессирующая лизосомная болезнь накопления с X-цепленным типом наследования. Болезнь Фабри вызвана полным или частичным дефицитом фермента альфа-галактазидазы А. Ранними симптомами болезни Фабри, которые могут появиться еще в детстве, являются боль в конечностях, желудочно-кишечные расстройства, ангиокератомы, гипогидроз, протеинурия и другие. По мере прогрессирования болезни могут возникнуть нарушения функций почек и гипертрофия миокарда левого желудочка. Повышается риск развития таких осложнений, как терминальная стадия почечной недостаточности, инсульт, фиброз миокарда, аритмии, что приводит к преждевременной смерти. В норме фермент альфа-галактазидаза А расщепляет глоба-3А озилцерамид, также известный как GL3 или GB3 и другие исходные гликосфинголипиды и накопления GL3 не происходит. У людей с болезнью Фабри имеются мутации в гене GLA, которые приводят к нарушению синтеза и или активности альфа-галактазидазы А. Известно более 880 мутаций в гене GLA, приводящих к болезни Фабри. Эти мутации могут привести либо к полному отсутствию альфа-галактазидаза А, либо снижению активности этого фермента. Снижение активности альфа-галактазидаза А определяется количеством вырабатываемых ферментов и их функциональной активности. Отсутствие или снижение активности альфа-галактазидазы А приводит к накоплению гликосфинголипидов, в особенности GL3 в лизосомах многих типов клеток. В результате накопление GL3 в эндотелии сосудов может привести к таким тяжелым проявлениям болезни, как кардиомиопатия, воскулопатия, нейропатия и хроническая болезнь почек. Мы — Янсен. Каждое утро мы просыпаемся для того, чтобы сделать возможным то, что еще вчера казалось невероятным. Мы прокладываем путь туда, куда другие боятся смотреть. Изучаем и воссоздаем сам код жизни, чтобы лечить, помогать, исцелять. Мы открываем двери для сотрудничества, а умы и сердца для пациентов, чтобы наши успехи в лабораториях спасали жизни. Мы создаем инновации в лекарственной терапии и делаем их доступными для всего мира. Мы — Янсен, фармацевтические компании «Джонсон и Джонсон». Это наша жизнь и мечта, в которую мы верим. Мы будем использовать науку для борьбы с заболеваниями, изобретать, как помочь тем, кто нуждается в помощи, исцелять безнадежность человеческим теплом до тех пор, пока самые тяжелые заболевания не останутся лишь на страницах истории. Янсен. Создаем будущее, где заболевания останутся в прошлом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok